Итак, оперативная обстановка, которая сложилась на оперативных направлениях и линии фронта от Харькова до Херсона за прошедшие сутки. Нападая на жилые массивы, враг продолжает разрушать инфраструктуру и дома гражданского населения, тем самым нарушает нормы международного гуманитарного права, законы и принципы войны. За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара и 7 авиационных ударов, а также нанес более 70 огневых ударов из реактивных систем залпового огня, которые привели к жертвам среди гражданского населения. Угроза новых авиационных ракетных ударов в России остается высокой по всей Украине. Противник не отказывается от планов захвата Донецкой области Украины и продолжает наступательные действия по направлениям Бахмута и Авдеевки. По самой последней информации, Путин уточнил задачи вновь испеченному, или правильнее надо будет сказать, старому новому начальнику или командующему вот этой специальной военной операции, как они называют войну против Украины, генералу армии Герасимову. Вроде бы как март месяц поставлен как дедлайн, то есть окончательный срок захвата Донецкой и Луганской областей в их административных границах. Вот такую задачу поставил Путин начальнику генерального штаба, который сегодня опять лично руководит вот этой войной в Украине. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины отбили удары по населенным пунктам, в том числе и Белогоровка Луганской области, Верхнекаменская, Спорная, Красногоровка, Соль, Солидар, Белогоровка, Бахмут, Невельская, Марьинка и Победа Донецкой области. То есть вот это направление остается самым напряженным, где российские войска, уже войска, уже наемники есть среди них, но их доля резко сократилась. Сейчас регулярная армия, состоящая из кадровых, военных и мобилизованных, ведет наступательные действия и атакует, постоянно атакует, круглосуточно атакует наши позиции. Итак, по оперативным направлениям. Купенск, Лиман и Новопавловское направление противник пытался улучшить тактическую обстановку. То есть были попытки наступления и с целью продвинуться на более выгодные рубежи вдоль линии фронта. Да, чуть ниже, чуть позже разберем по каждому направлению, где какие изменения линии фронта произошли. Запорожское и Херсонское направления, российские силы остаются в обороне. То есть там они наступательных действий не предпринимают. Волынское, Полесское, Сиверское и Слобожанское направления, никаких существенных изменений за прошедшие сутки, а также признаков создания наступательной группировки не сообщается. По обстрелам в эти сутки, за прошедшие сутки отличилась Слобожанщина. Здесь противник нанес огневые удары, совершал огневые удары по нашей территории. И им пострадали или подверглись огневому воздействию более 15 населенных пунктов в Харьковской области. По Купинску и Лиману я сказал уже, здесь противник, особенно в районе, в направлении Купинска или Сватова, так можно сказать, по-разному называют в разных сводках, но здесь противник ведет атакующие действия, пытаясь остановить наше продвижение в направлении Кременной. Оно есть, мы тоже ведем наступательные действия, мы ведем постоянно и здесь имеем успех, пытаемся его развивать. Почему противники предпринимает туда переброшенная, еще раз напомню, десантная дивизия 76-я, которая пытается встречными атаками сбить наше, или воспрепятствовать нашему продвижению в направлении Кременной. Далее Бахмут. Бахмут, здесь появилось подтверждение того, что это не официальная информация, это информация от очевидцев, появилось подтверждение, что российские войска были замечены на территории железнодорожной станции Соль. Также российские войска на сегодняшний день пытаются вбить клин между Красной горой и Подгородным. Они пытаются в этом месте, самые большие усилия прикладывает российская армия, для того, чтобы прорвать нашу оборону. Успеха противник не имеет, оборона держится и все попытки ее прорвать не увенчались со стороны российских войск, не увенчались успехом. Но критическая ситуация остается в Клещиевке. Противник вплотную подошел к селу и, возможно, контролирует его часть, возможно, этого села. Там на краинах Клещиевки идут ожесточенные бои. Авдеевское направление. Здесь враг проводит попытки точечных наступлений. То есть, мы помним, там это Первомайская, сама Авдеевка, но успехов не имеет. Все атаки противника были отбиты и, понеся потери, враг вернулся на исходные позиции. По Новопавловскому направлению тоже я сказал, там в районе Мирного идут бои. Они пытаются улучшить тактическое положение, но за прошедшие сутки противник успеха не имел. Заворожское направление. Здесь оборона. Пострадали за прошедшие сутки. Противник обстрелял, кроме наших позиций, более 15 населенных пунктов. Мы отвечаем огнем. Идет артиллерийская дуэль. Обе стороны совершенствуют свою оборону. Как с нашей стороны, так и с стороны российских войск. Наращивается инженерное оборудование, оборонительных сооружений. Херсонское направление. Здесь обстрелы правого берега реки Днепр. От Никополя до Херсона включительно. То же самое мы ведем контрбатарейную борьбу. Мы ведем артиллерийские дуэли. Плюс пытаемся уничтожать резервы противника на всю дальность досягаемости наших огневых средств. На временно оккупированных территориях, населенных пунктов Заводовка, Горностаевка и Херсонской области оккупанты прекратили вещание всех украинских телеканалов. Сейчас доступно только российское телевидение. Ну, в принципе, это ожидаемо. Мы помним, что они сразу уничтожают книги, учебники в первую очередь сжигаются наши украинские. Меняются сразу же учителя в школах. Ну, естественно, и средства массовой информации тоже сразу же меняются на российские. Поэтому это неудивительный шаг, и, к сожалению, мы вынуждены его констатировать. Далее. Украинские ракетчики и артиллеристы в течение дня атаковали один командный пункт, 11 районов сосредоточения российских войск вдоль линии фронта, одно хранилище горюче-смазочных материалов и один склад боеприпасов. Были уничтожены нашими ракетными войсками и артиллерией. В Черном море на боевом дежурстве находятся 17 кораблей противника из состава эскадры Черноморского флота. Среди этих 17 кораблей 6 носителей ракет «Калибр». Общий залп этих носителей может составить приблизительно 44 ракеты. Будут они наноситься или нет, трудно сказать. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля. Они не являются носителями ракет «Калибр». Так что только 6 носителей в акватории Черного моря. Вот такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Субтитры создавал DimaTorzok